Всем привет, на связи SmokeFX. В этом видео мы с вами подведем черту в использовании индикатора SmokeFX Volumes Red Green. Как его использовать, мы с вами это уже прошли, и сейчас я вам расскажу не специфически его особенности, которые вы также можете использовать в своей торговле. Объем это является отличным фильтром для поиски наилучшей точки входа, и в этом видосе я хочу, чтобы в ваших головах эта информация максимально закрепилась. В начале видоса поднасыпьте сюда лайкосов, и давайте с вами приступим. Валютная пара фунт-доллар, и опять же, я буду стараться сосредотачиваться на нашем объеме. И вот сразу, без лишних, знаешь, каких-то водных кругов на воде, даже так скажу, как мы его можем использовать с пользой? Смотри, здесь у меня идет движение на повышение, а мой объем в общем и целом падает. Делаем вывод, что падение объема, простыми словами, указывает на то, что сила, которая находилась на максимальном значении, стремится к минимальному. То есть идет нападение, то есть сила движения в данном случае вверх, она очень сильно угасает. А с тем учетом, что в данном случае у меня здесь присутствует область сопротивления, в данном случае она выступает как локальная область, это говорит о том, что самое правильное решение это сейчас рассматривать вход в сторону этого потенциала на понижение. Вот так вот буквально за 40 секунд я вам нагнул такой какой-то непонятной информации на первый взгляд, но давайте это отработаем и очень подробно я еще расскажу, чтобы вы все поняли. То есть не просто вы можете расценивать каждый бар по отдельности и стараться делать какие-то выводы. Вы можете смотреть на ситуацию в общем и целом. Так, давайте здесь 5 секунд, чтобы мы видели все в динамике, как у нас происходит. И вот здесь более подробно. Смотри, как только вы пролистываете валютные пары, вы можете в общем и целом отмечать, какая тенденция у вас присутствует на объемах. В данном случае, ну вот прям совсем невооруженным глазом видно, что от максимума идет к минимуму и общий объем падает, то есть сила уменьшается. Как только мы с вами обратили на это внимание, вы можете посмотреть на график и отметить ключевые области с технического анализа. Я имею ввиду область сопротивления, отметить для наглядности наш максимум, убедиться в том, что наш потенциал направлен сверху вниз. Именно сейчас он тут является самым таким основным. Теперь давайте увеличим и посмотрим на картину более подробно. У нас здесь с вами присутствовал объем. Безусловно, он находился на достаточно усредненном, неплохом уровне, если мы будем смотреть на предыдущие. Но посмотрите, какие здесь находились свечи у меня. Все огромные, все страшные свечи неопределенности. Огромные тени. Огромные тени говорят о том, что внутри каждой из этой свечей происходила просто сумасшедшая борьба. По итогу ее выиграли покупатели, так как движение пошло вверх. Но судя по объему, мы можем сделать вывод, что у покупателей с каждой новой свечой, вот они, знаешь, тратили всю свою энергию на то, чтобы пройти еще хотя бы немного выше. Для новых зрителей я поясню, что обычно я объясняю все очень простыми словами, простыми приземленными примерами, чтобы было очевидно. Знаешь, примеры из жизни. Есть покупатели, они находились у меня вот в этой точке. И они вот просто сжали всю свою силу в кулак и с трудом, с большим трудом идут все выше, выше, выше. Хорошо, подумаете вы, если они победили условных продавцов на этой свече, на этой свече, далее более уверенная свеча на повышение, неужели у меня будет продолжаться это движение вверх? Не будет. К сожалению, к счастью, неважно, просто факт, не будет. Почему? Потому что мы видим общую тенденцию снижения объема. Здесь он у нас не окрашивается в цвет свечи, здесь есть и красная, и зеленая, поэтому кто-то может с первого раза так и не понять. Но факт остается фактом. Если вы будете использовать его именно таким способом, определять, где у меня идет повышение тенденции объема, что указывает на силу движения. Это указывает на силу движения. Силу, сила движения. Здесь это указывает на слабость движения. Если бы была ситуация противоположная, то есть снизу наверх, это указывает на силу движения. Но прямо сейчас мы с вами уже видим неуверенность в этих свечах. Потом трейдер, который на рынке не так давно, может подумать, так, все, теперь уверенные движения вверх у меня пошли. Но ничего подобного. Тенденция у нас происходит на снижение. Плюс абсолютно в каждой свече у нас присутствует продавец. Если у нас в каждой свече присутствует продавец, это говорит о том, что внутри происходит борьба. То есть поступает, знаешь, своего рода сопротивление. Оно проявляется на абсолютно всех этапах. И то, что, ну вот представь, это одно и то же, что ты идешь по ступенькам по направлению вверх, где очень сумасшедший просто градус. То есть ты идешь фактически вертикально. Какой-то промежуток времени ты сможешь пройти, но по итогу рано или поздно ты устанешь. То есть реально у тебя не будет сил. Именно эта усталость в данном случае это наш продавец. Продавец, который не дает так легко покупателям идти еще выше. И благодаря вот этой тенденции мы с вами делаем вывод, что самое верное решение здесь это рассматривать вход в сторону вниз. Так, вы видите, что у меня происходит борьба внутри свечей. Сделку я уже открыл. Смотрим на наш график. Как раз у нас происходит закрытие. Цена у нас плюс-минус на одном уровне. Был импульс вниз, импульс вверх. Здесь не хватило буквально несколько пунктов. Но самое главное, чтобы тенденция эта и продолжала сохраняться. Поэтому я использую одно перекрытие. Не использую. 50 долларов поставил. Хорошо, пусть так. Давно, кстати, не открывал такие дробные сделки. Вход на понижение. Мы видим, что реакция у нас сразу произошла. Небольшое движение вверх по потенциалу, который объем давал в самом начале. Но прямо сейчас его у нас уже нет. Смотри, у нас происходит закрытие 5-минутной свечи. У нас снова образуется свеча неопределенности. Наш объем ниже, чем объем предыдущий. И тенденция опять же сохраняется. Заходить здесь на повышение – это, по сути, игра в лотерею. Это как ставить на красное либо черное. Возможно, оно и пойдет. А возможно, и не пойдет. Мы работаем со статистикой. Статистика указывает на то, что в таких случаях при движении вверх и падающем объеме нужно рассматривать и заходить в сторону на понижение. Потому что статистика будет работать именно так, что, например, один случай из 10 – это все, опять же, к примеру, не будем используя какие-то формулы, расчеты и тому подобное. Один случай из 10 – у вас произойдет вот такое вот импульсное движение и закроется ваша сделка в плюс, ну, предположим, на 5 пунктов. Окей. Один из 10. Остальные 9 случаев из 10 – будет работать статистика, которая говорит о том, что когда ваш объем в общем и целом при движении, в данном случае, вверх падает, это говорит о том, что кончаются силы. Плюс мы с вами прекрасно видим, что в каждой отдельной свече у нас находится продавец, который, опять же, не дает покупателю идти еще выше. Стараюсь объяснять, вот опять же, ну, максимально, вот пытаюсь выдавить из себя, знаешь, максимально простое объяснение, чтобы вас не запутать. Если у меня это получается сделать, тогда, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне очень важно, знаешь, потому что если не будет обратной связи, я же могу так объяснять, что мне будет все понятно, а для моих зрителей будут вопросы. То есть нужно было бы еще проще объяснить. Мой канал построен именно на обучении, на обучении, на техническом анализе, на объемах. Заходите, скачивайте этот индикатор в моем бесплатном телеграм-канале, бесплатно, без подписок, без какой-либо платы. Я повторяю это уже в третьем видео подряд, потому что люди почему-то пишут, блин, видел, значит, твой индикатор, можно его купить? Я думаю, зачем? Ты мне так сильно хочешь дать денег, он же бесплатный. Все, что я делаю, я даю всем своим зрителям, пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. И в этих видео я показываю, как его еще можно использовать. Вот, пожалуйста, движение вниз очень хорошее у меня пошло. Все, как я и говорил, просто не было объема на дальнейшее продолжение движения. Один случай, небольшой импульс произошел, да, мы не попали на 30 секунд. Окей, не проблема, просто используем перекрытие и заходим по направлению, знаешь, статистика. Это реально работает. Так, здесь минута до завершения, давайте все-таки дождемся, потому что статистика статистика, но вдруг сейчас там где-нибудь в Британии что-то произойдет, у нас огромная свеча вверх, как здесь будет. Поэтому самое главное, это не торопиться и не делать поспешных выводов. Торгуйте, объемы вообще обязательно, на мой взгляд, это must-have. Я использую обычные объемы и также смотрю на соотношение продавцов и покупателей. Но вот этот разноцветный объем, он хорошо подойдет для новичков. Вот знаете, которые смотрят на соотношение продавцов и покупателей, но есть люди, для которых визуально, визуальная часть играет ключевую роль. Это кто-то, знаешь, воспринимает лучше на слух, а вот кто-то именно зрительно. Поэтому я это и создал для вас. Так, 10 секунд до завершения. 150 долларов одно перекрытие закрывается в плюс. Плюс еще две сделки. Давайте их мы принимаем на свой счет. Все супер, спасибо, было приятно с вами отработать. Теперь давайте еще посмотрим на график и посмотрим, в каких ситуациях объем может нам что-либо подсказать. На самом деле таких моментов очень много. Здесь давайте смотрим, движение вниз происходило, объем вырос на движении вверх, движение вниз снова происходит. Локальная область здесь у нас была, но была пробита. Тренд на понижение, все на понижение, пропускаем. Дальше смотрим, здесь движение вниз, локальная область у нас присутствует, локальной области нет. То есть ты видишь, я провожу фильтрацию. Я могу отрабатывать абсолютно каждую валютную пару, но сейчас я хочу, что у нас здесь? Может здесь будем заходить на пробитие, как вы думаете? Тренд на понижение, все у нас здесь на понижение, потенциал на понижение. Так, так, так. И будет ли у нас происходить дальнейшее движение вниз? Ну давайте посмотрим просто на соотношение. 90% продавца, 75%. Движение вниз происходит, аут НЗД, смотри, просто по тренду, так, аут НЗД, 79% подходит на понижение. На понижение, почему? Потому что я вижу огромное количество здесь продавцов, то есть тех, кто толкают цену вниз. И еще, я так объясняю, там продавец-покупатель, продавец толкает цену вниз, покупатель вверх, просто чтобы вы не воспринимали это как истинно. Я так объясняю, потому что мне так просто удобно. Я не придерживаюсь каких-то трейдерских канонов. Я вообще, в принципе, не считаю себя, знаешь, этим профессиональным трейдером в рубашке, в галстуке, у которого тут 20 мониторов. Наверное, на 21-й денег не хватило. Честно, я, ну, я скептически ко всему этому отношусь. Трейдинг – это хобби. Нужно делать все по кайфу. Если бы мне это было в напряг, я бы просто этим не занимался. Ну, а так, сейчас, исходя из моего 11-летнего опыта, раз уж так сложилось, вход по потенциалу, по тренду на понижение. Видим огромное количество скопления продавцов внутри каждой свечи. Давайте контрастный цвет я выберу. Вот здесь раз, продавец, продавец, продавец. Тенденция немного идет на снижение, но, опять же, это лишь одно движение вниз. Дивергенции тут никакой нет. Видим, что пробитие локальной области у нас здесь происходит. Новая свеча, движение вниз и вот открытие новой свечи. Видим, что все минимумы пробиваются. На пробитии минимума у нас происходят небольшие откатные движения, так что здесь оно у нас тоже может небольшое произойти. Но по итогу, по тренду, по потенциалу смотрим движение вниз. И, опять же, объемы нам в помощь. Именно они нам указывают на то, что здесь действительно внутри свечи, внутри всего этого движения существуют продавцы. Объемы это не какой-то граиль. Знаешь, тут нельзя повесить табличку, что именно это и есть кнопка бабло. Но то, что объемы, в принципе, да, сами по себе, это отличный инструмент как для новичков, так и для продвинутых людей. Я знаю трейдеров, которые торгуют, ну, по 5 лет, по 10 лет. И они вот смотрят мои видео и пишут, блин, я никогда не использовал объемы в своей торговле. Прикинь, ни разу. Я видел, ну, объемы, объемы, и что это значит. То есть представьте, насколько трейдинг сам по себе многогранен, что люди, которые здесь по несколько лет, не по несколько месяцев, они действительно не использовали объемы в своей торговле, потому что про это никто не говорит. Я начал говорить про вертикальные объемы. Я считаю, что это отличный инструмент. С первых видео на своем YouTube-канале я про это говорил. Сделал для вас уже индикатор просто на гистограмме, индикатор на свечах. Теперь у нас есть Smokofx Volumes, который я, собственно, и использую в своей торговле прямо сейчас. Также есть для MT4. Скачивайте, заходите, жмете на закрепленные, скачивайте, устанавливайте. Опять же говорю, что все бесплатно, все открыто для моих всех зрителей. Здесь видим движение вниз. То есть вход по потенциалу и тренду абсолютно оправдал себя на все 100%. Соотношение продавцов и покупателей – это то, что указывает тебе, правдивое ли будет это движение, действительно ли там есть сила, либо это троянский конь. Так, здесь у нас тоже, видите, 30-15 уже секунд до завершения. Обновилась платформа. Торгуйте, ребята, торгуйте, анализируйте, изучайте, скачивайте. Очень много информации на моем YouTube-канале, именно обучающий контент. Я топлю очень сильно именно за такой формат. Здесь мы также получаем в плюс. В общем, я надеюсь, что для вас это видео также оказалось полезным. Я показал, как его еще можно использовать для подтверждения входа, смотреть, где у нас падает сила, где повышается сила. Для всех, кто хочет научиться, смотрите мой YouTube, используйте все мои бесплатные наработки. Для тех, кто хочет вступить в закрытую группу, знайте, что у меня есть курс по обучению. У меня также присутствуют каждый день просто сотни детальных разборов графика. Вы будете обучаться, а не просто копировать их. Поэтому, опять же, у нас курс на обучающий контент. У нас курс на обучение. Я очень всех прошу поддержать меня лайкосиком, написать комментосик. И в самое ближайшее время у меня будет вторая пушка для вас. Если первая это индикатор объема, то, ребята, ждем уровни. Реально хорошие уровни, которые вы сможете использовать в своей торговле. На связи был Дед Смук и Фикс. Старик снова вернулся. Всем пока. Смук и Фикс дашь. Смук и Фикс дашь. Смук и Фикс дашь. Эй, не, 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 не.